Помогают работодателям и сами не отстают. Центр занятости населения Ямальского района продолжает работать по актуальным направлениям деятельности. Одним из таких остается трудоустройство инвалидов. Призывая руководителей брать на себя ответственность за работу лиц с ограниченными возможностями здоровья, служба занятости сама служит примером для подражания. Тему продолжим в нашем сюжете. Выбираю мусор, вы нашел туда-сюда, были вытираю. В ТЗН новая сотрудница. Ее особый статус никак не сказывается на качестве выполняемых обязанностей. Тем более, что работа хорошо знакома. 8 лет в Ямальской школе на той же должности уборщицы. В какой-то момент пришлось уволиться. Здоровье не всегда позволяло выходить на борьбу с пылью и грязью. Плюс ко всему, имея особый статус, женщина воспитывает двоих детей. Сын также из категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обучение возможно лишь специализированным учреждением. Сыну устроил на школу в Ротишим. Дочке в Норнате учится. Так, видишь, тяжело. Не пускают. Родингу же надо школу тоже сопровождать. Как часто вы туда ездите? На нелетние каникулы забираю его из земли. И все, весенний не забираю. За детей Антонина спокойна и новым местом работы вполне довольна. Трудоустроиться ей помогли сотрудники службы занятости. Мы проводим опросы инвалидов, в результате которых выявляем, желает ли инвалид работать, не желает ли инвалид работать. Кто-то обращается самостоятельно, то есть уже на месте проводим опрос. Ну и вот после того, как человек дал согласие, что он действительно хочет работать, мы приглашаем его к нам и подбираем ему работу подходящую. И вот буквально последние две недели у нас еще два события, еще два инвалида нашли работу при нашем содействии. Опросы ЦЗН показывают – инвалиды хотят работать. Вопрос в другом. Зачастую у человека не хватает образования. За плечами нашей героини, к примеру, всего лишь семь классов. Для таких и разработана специальная программа профессионального обучения. Проф. Обучение у нас в этом году закончил парень, молодой парень. Проф. Обучение прошел на оператора в котельной. И не буду голословный, по-моему, он уехал к отцу с Алихард работать. Вниманию работодателей при трудоустройстве инвалида. Центр занятости населения обязуется компенсировать часть расходов на заработную плату инвалида, оплату труда наставника, а также на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочего места.